Если мы зададимся вопросом, какой стиль необходим, чтобы победить Хабиба, то получается, что нам нужен парень, который отлично умеет защищаться от борьбы, и при этом превосходит Хабиба в ударной технике. Оба этих качества у тебя есть? Ты должен держаться подальше от клетки, у тебя должен быть хороший футфорк. Без футфорка ты не сможешь создать пространство. Но ведь стиль Хабиба состоит... Он отличный борец, и вся его тактика основывается на использовании борьбы. У клетки? Да. Даже если он хватает тебя в центре октагона, он пытается протащить тебя до клетки, чтобы там завершить тейкдаун. Он не проводит тейкдауну в центре. Посмотрите все его бои. Он максимум раз в пять переводил оппонента в центре октагона. Он начинает в центре, а затем толкает тебя к клетке и использует клетку, чтобы повалить тебя. Но мой футфорк позволит мне сохранить такую дистанцию, на которой он будет чувствовать себя некомфортно. Тони пытался провести иманари, но я просто был слишком далеко. Он думал, что дистанция оптимальная, но в реальности я находился слишком далеко. Верно, но он уже был измотан. Но Тони очень коварен. Он Барбузу схватил на этот прием, когда тот совсем не ожидал. Да, был, но в первом раунде все было точно так же, потому что я сохранял правильную дистанцию. Знаете, чтобы, например, пройти в две ноги, ты должен быть на комфортной дистанции. В борьбе, если твоя голова не касается головы соперника, ты не должен пытаться сделать проход, потому что ты слишком далеко. Потому что контроль дистанции будет самой важной вещью в мире, если говорить об этом поединке. Так, а когда они собираются провести этот бой? Ну, вы знаете, у нас общий менеджер, поэтому... Да, это дико. Когда мы захотим. Да, Али настоящий гангстер. Итак, бой с Хабибом, с которым у тебя общий менеджер, и я слышал, что он планируется на сентябрь. У тебя та же информация? Да, мы во многом решаем вопросы сами, когда будем драться. Конечно, промоушен принимает окончательные решения, но он не может никого насильно заставить драться. И суть в том, что я буду готов в сентябре, он будет готов в сентябре. Так что это идеальный вариант. Насколько я знаю, Вегас с июля должен разрешить присутствие небольшого количества людей, потому что в парк-театр, который находится прямо напротив Тимобелл-арены, у меня должно было в июле пройти там комедийное шоу. Его не отменили? Нет, его не отменили, самому не верится. Я слышал, что в Нью-Джерси санкционировали возвращение профессионального спорта. Со зрителями? Думаю, нет. Но в этом и фишка, ты и Хабиб, и хотя твой бой с Тони было круто смотреть без зрителей, я чертовски хочу, чтобы на трибунах были люди в этом моменте. Я люблю драться без зрителей, но мне хочется, чтобы они присутствовали на этом поединке. Это большое событие, очень значимый бой. Самый трудный вызов в его карьере, это самый тяжелый вызов в карьере Хабиба, и в твоей карьере это самый большой вызов. Да, сто процентов. Хабиб лучше в том, что он делает. Этого у него не отнять. Он весьма разносторонний боец, но в той области, в которой он специализируется. Он великолепен. Чакли дал великий, потому что он заряжается и идет рубиться. Пропустишь один удар, и все. Он великолепен в том, что он делает, и я невероятно рад, и я знаю, что Джастин невероятно рад возможности с Хабибом. И не забывайте, никто не видел борьбу Джастина, а я встретил его, когда он боролся, и хочу сказать, что он делает нечто особенное. У него абсолютно другой стиль борьбы, к которому тяжело подготовиться. Это некое тайное оружие, так что я думаю, мы покажем кое-что уникальное в этом матче. Я думаю, что это в целом очень уникальный бой. Раньше Тони считали самой большой угрозой для Хабиба, потому что он невероятный грэпплер, и он силен в стойке. Он превращает оппонентов в месиво, а затем он встретился с тобой, и ты финишировал его. И теперь занял его место. И, как мне кажется, твой стиль лучше всего подходит для этого. Суть стиля Тони в том, что он умеет работать из положения снизу, он не боится тейкдаунов, и он засабмитил кучу людей. Он вышел бы на этот бой без страха оказаться на спине. Да, такой и был у него настрой, но у тебя будет абсолютно другой настрой, поскольку ты отличный борец и более талантливый ударник, чем Хабиб. Ты представляешь очень серьезную опасность для Хабиба, особенно после того, как ты обрел дополнительную уверенность в своих силах, отбившись пять раундов с Тони. Я в отличном положении, и я знаю, насколько сильный ущерб наносят мои лоу-кики. Если я коснусь твоей икроножной мышцы выше колена, то я больше не бью лоу-кики. Серьезно? Только ниже. Да бьет он. Если только случайно, неумышленно. Ты хочешь сказать, что удары по икрам наносят больше ущерба? Они наносят невероятный ущерб. Но в клинче ты будешь бить выше. Ну да, в клинче я попытаюсь сломать колено, сто процентов. Но на дистанции ты можешь бить в икре из гораздо большего безопасного расстояния. И там куча нервов и связок, которые ничем не защищены. На бедрах есть квадрицепс, огромная мышца, через нее трудно пробраться к нервам. Но ты можешь их задеть, если будешь бить ниже. И поэтому, как я и говорил, икра из топа Генри не восприимчивы к боли. Его ударили по икре, и нерв перестал функционировать. Я пробью Хабибу 4 лоу, и он окажется в опасном положении, как только он почувствует. Он не сможет проводить тейкдауны. Сможет, но для этого ему будет необходима сетка, а без сетки у него не будет ни одного гребаного шанса. Я вам гарантирую, возможно, он сможет перехитрить меня, когда мы будем в центре. Но для того, чтобы завершить тейкдаун, ему нужна будет клетка. Как только они назначат этот бой, тебе будет нужно 8 недель на подготовку, да? Мы уже близко весь, и через неделю уже июнь. Да, июнь, июль, август, да, и я возьму перерыв на 30 дней после всего. Но конкретной информации тебе не дали. Я ничего не знаю, были только разговоры о сентябре. И тебе не говорили, что бой пройдет на острове, да? Я думаю, мой менеджер знает больше деталей, чем я. У меня есть ощущение, что Бойцовский остров — это миф. У меня тоже. Я все не мог понять. Что за остров? Остров Сокровища? И они его собираются использовать для своих целей? Я такого места на гугл-картах не видел. Сейчас бы, знаете, как в фильме «Контакт» сказать «увеличь картинку, еще приблизь» и найти цель. Я хочу прямо на гугл-карте найти место, где они строят октагон. Дейна не говорит мне, хотя раньше обо всем не рассказывал. Но сейчас он не говорит мне, где находится этот черт-опостров. Я не уверен в том, что он вообще существует. Да, возможно, он говорит о нем, чтобы отвлечь внимание общественности, пока он пытается договориться о локации в Вегасе. А затем он скажет «Ой, да нам больше не нужен этот остров». Для международных боев это кажется единственным вариантом. Да, визы не дают, и им, похоже, придется всех бойцов частными рейсами перевозить на этот гребаный остров. Я хотел бы знать, смогу ли я вернуться оттуда. Да, это важный нюанс. Куда тебя вообще повезут и кто? А бонусом за победу будут билеты на самолет, а в случае поражения тебе выдадут лодку. Вызвите тебя где-нибудь в Тихуане и скажут «Греби до Сан-Диего», а оттуда мы довезем тебя домой. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями.